Продвинутые техники это один из самых простых способов усложнить привычные упражнения и сделать ваши тренировки более интенсивными. То есть вы сможете дать большую нагрузку за то же самое время. И сегодня я познакомлю вас с самой простой из продвинутых техник. Эта техника называется повторение с паузами. То есть в каждое повторение вы добавляете паузу на одну или две секунды в верхней или нижней точке в зависимости от того упражнения, которое вы выполняете. Что это дает? Во-первых, это разнообразие, потому что даже добавление такого маленького незначительного элемента, как пауза, несет определенное новшество в ваши привычные тренировки. Это уже будут не те же самые подтягивания однообразные, которые вы делали до этого, да? Это уже будет что-то новенькое. Соответственно, заниматься будет легче, будет интереснее. Вы сами это почувствуете на себе, когда в следующий раз придете на площадку и вместо рутинных подтягиваний начнете делать подтягивания в продвинутой технике. Второй, еще более интересный момент, который возникает, когда вы добавляете вот эту паузу в момент максимального пикового сокращения мышц, связан с так называемой нервно-мышечной связью. То есть в простой ситуации ваш мозг посылает импульс, мышца сокращается. Все норм, затем она расслабляется. Замечательно. В ситуации, когда вы добавляете паузу, ваш мозг послал импульс, мышца сократилась. И дальше вам нужно продолжать держать это напряжение. То есть ваш мозг продолжает посылать импульсы в вашу мышцу о том, что нужно сокращаться. Она уже сокращена, на нее действует нагрузка, она устает, она закисляется, а мозг продолжает отправлять и отправлять сигналы. К чему это приводит? К тому, что с течением времени ваш организм будет адаптироваться к тому, что он не просто вот сократил мышцу, расслабил мышцу, а к тому, что он должен уметь держать сокращенную мышцу в течение длительного периода времени. Соответственно, сами сигналы, которые отправляют мозг, будут усиливаться, потому что вашему организму нужно будет справляться с этой задачей. А лучше всего, что умеет делать наш организм с вами, это адаптироваться. И сейчас покажу по несколько повторений в каждом из базовых упражнений, как выглядит добавление пауз. В принципе, паузу можно добавлять куда угодно, и она всегда будет положительно сказываться на ваших результатах. Это очень здорово. Еще момент. Если вы делаете много повторений, если вы делаете, допустим, 20 подтягиваний, то добавлять паузу после каждого повторения, это очень-очень скучно. Поэтому многие делают следующим образом. Они делают 5 подтягиваний, затем 5 секунд пауза, затем еще 5 подтягиваний, 5 секунд паузы, 5 подтягиваний, 5 секунд паузы. Вот в таком духе они работают. Некоторые спрашивают, где именно делать паузу. В верхней точке, в нижней точке, либо в середине. По большому счету это все не важно. Сам факт добавления паузы, то есть моменты, когда ваши мышцы сокращены, и вашему мозгу требуется отправлять дополнительные импульсы, чтобы сохранять это состояние сокращения, он важнее всего. В то же время важно, чтобы мышцы были сокращены. Вот на этот момент нужно обратить внимание, потому что в некоторых точках, например, при отжимании, если вы полностью распрямляете руки, то нагрузка, сила тяжести, я сделаю про это, кстати, отдельное видео, если интересно, пишите в комментариях, сделаю. Сила тяжести, ваш вес, он проходит полностью через сустав. То есть ваши мышцы, которые отвечают за то, что вот сокращать, расслаблять, да, руку сгибать, отгибать ее, они не нагружаются, либо они нагружаются, ну, буквально вот совсем чуть-чуть, потому что сила, которая действует на них, да, она минимальна. Это все физика, ребят, это простая физика. Она минимальна, соответственно, у них нет нагрузки. Чтобы у них была большая нагрузка, вы должны оставить мышцы сокращенными, то есть вот не полностью распрямить их, да, если мы говорим о руках, а подсократить. Таким образом, им нужно будет противостоять большому весу, и они будут тренироваться, и вот здесь пауза работает. Если полностью выпрямили, так же, кстати, как и в приседаниях, если вы встали полностью на ровные ноги, ничего не работает. Ноги нужно оставлять чуть-чуть подсогнутыми. Тогда, соответственно, мышца будет не расслабляться, мозгу постоянно нужно будет отправлять сигнал, и эта техника будет работать. Отличная продвинутая техника повысит интенсивность ваших тренировок, соответственно, вы сможете меньше времени проводить на площадке и больше времени заниматься действительно полезными делами. На этом все на сегодня. Если понравился этот ролик, то обязательно сходи на площадку, попробуй эту технику и напиши в комментариях свои впечатления. Ну, а если хочешь узнать, какая техника будет следующей, потому что всего есть пять продвинутых техник, то тоже пиши комментарий, сделаю видео. Вот. Меня зовут Антон Кучумов, и увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok